Возраст это цифры и в 58 можно заниматься экстремальными видами спорта, например, как моржевание. В детстве и в студенческие годы Олега Чекушкина можно было смело называть ихтиандром. И по сей день он не расстается с таким видом спорта, как плавание. В юношеском возрасте выигрывал городские турниры, но в 2015 году освоил зимнее плавание. С тех пор Олег Чекушкин 7 раз становился чемпионом мира. 4 ноября 2015 года я впервые на этом же самом озере были соревнования у нас, первенство города. Проводил я туда Зеленецкий и я впервые проплыл 25 метров и 50 метров вольным стилем. Ну, конечно, их выиграл. Организм приспособился, я почувствовал себя лучше, здоровее. Появилась такая радость занятием в ледной воде, потому что я не знал, что это такое. Я поначалу смотрел со стороны, народ плавал, думаю, ну, как-то странно какие-то. Незимные люди плавают в такой ледной воде и ничего не становится. Сейчас Олег президент Алтайской Федерации зимнего плавания «Белуха», которой всего два года. В нее входит два клуба «Барнаульская организация» и «Природа человек». Всего 44 спортсмена. В начале ноября на чемпионате России во Владивостоке команда из Алтайского края завоевала 8 золотых медалей. И еще одна важная победа – новый мировой рекорд. Дистанцию 200 метров в категории 55-59 лет Олег преодолел за 2 минуты 37 секунд. Я свой рекорд улучшил на 3 секунды. Ну, а остальные дистанции, где я пытался побить его, подошел близко, но не побил. Ну, я думаю, что к чемпионату мира мы еще потренируемся, я, возможно, побью еще какой-нибудь рекорд. Ровно 4 года наш спортсмен ждал, кто же побьет его рекорд. Но, как говорится, ждал и не дождался. Сам обновил свое же достижение. Теперь в планах у Алтайского моржа – отдых. Из-за пандемии отменили этапы Кубка мира. Но совсем скоро начнется подготовка к чемпионату города по зимнему плаванию. Он состоится в декабре. А завершит сезон плаве с участием в этапах Кубка России в Хабаровске, Иванове, Уфе, Калининграде и Санкт-Петербурге. Это очередной вызов, чтобы попробовать установить новые мировые рекорды. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.